Это произойдет за несколько минут. Тебе надо посмотреть это. Для твоей жизни это очень важно. Прими как предупреждение. И посмотри, что произойдет в будущем. Имеющий ухо дослышит. Что-то произойдет. Много. Миллионы осуждены. И не знают. Время заканчивается. Пророчества времени сбываются. И многие не знают правды. Этот документальный фильм сделан на реальных событиях. Это свидетельство одной семьи, которая пережила сверхъестественное, чтобы передать это всему человечеству. В течение 23 часов молодой девушке по имени Анжелика, живущей в Эквадоре, были показаны царство тьмы и света и возвращение Иисуса Христа. Она была свидетелем плача Господа по множеству душ, потерянных навеки, по миру, отвершего его, по церкви, большей частью не готовой к его приходу, по людям, которые перестали свидетельствовать, грешникам о нем, по индустрии развлечений, завлекающей детей в сети сатаны. Она видела как страдают геене многие из почитаемых там и кемира, певцов, ведущих шоу, актеров и даже папу Римского. Анжеликев также была показана как замечательная, устроена на небесах. Как прекрасно это место, где нет зла. Меня зовут Максима Замбрана. Наша семья посещает церковь Каса де Арасиум, которая находится в Элем Пальме. Мы постились и взывали к Богу в течение 15 дней. С нами также была моя дочь Анжелика. Во время поста мы могли видеть сверхъестественное такое, чего раньше никогда не случалось. Мы уединились, чтобы молиться и поститься. Потом продолжили молиться и взывать к Богу уже у нас дома. И ожидали, наконец Он заговорил с нами. Господь постоянно бодрял нас. Мы несколько раз даже были готовы отказаться от поста, но Он всегда был рядом с нами. В Еремии 33.3 сказано «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Моя дочь настойчиво взывала к Богу, хотя тогда я не знала, о чем ее молитвы. Анжелика, дочь. Доброе время суток, меня зовут Анжелика Элизабет Сомбрано Моро. Мне 18, я учусь в колледже Джозе Мария Валаско и Баро, который находится в Эль-Эль-Пальме, кантон Гуэс, Эквадор. Я приняла Христа в 12 лет, но потом подумала, среди моих друзей нет евангелической веры никого, и я не хочу быть белой вороной. Я ушла от Бога, чтобы жить грешной жизнью, но Господь вытащил меня из этой ямы. На мое 15-летие я примирилась с Богом, но все еще была двоедушной. Библия говорит, человек с боящимися мыслями не тверд на пучах своих, Якова 1.8, и я была одной из таких людей. Мой папа мне однажды сказал, ты не должна себя так вести, это выглядит ужасно, и это неправильно. Но я ему ответил, такая уж я есть, и такой хочу быть, и никто не должен говорить мне, какой я должна быть, или что я должна делать, как должна я одеваться и как себя вести. Тогда он сказал, Бог тебе укажет, Он изменит тебя. На 17-й день рождения я стала ближе к Господу. 28-го апреля я обратилась к Нему и сказала, Господь, мне так плохо, я знаю, что я грешница. Я раскрыла Ему мои чувства и сказала, Боже, прости меня, я хочу, чтобы Ты записал мое имя в книгу жизни и принял меня как Своя дитя. Я раскаялась и отдала свою жизнь Богу, затем сказала, Господь, я хочу, чтобы Ты изменил меня. Я плакала от всего сердца, прося Господа изменить меня. Но время шло, и я чувствовала, что ничего не изменилось. Единственным изменением было то, что я начала ходить в церковь, читать Библию и молиться. Это было единственным изменением в моей жизни. Затем в августе меня пригласили принять участие в 15-дневном посте. Я согласилась, но перед самым началом попросила у Бога, мне бы хотелось, чтобы Ты поговорил со мной. Во время поста Господь разговаривал со всеми, кроме меня. Он как будто не замечал мое присутствие, и это причиняло мне боль. Я продолжала молиться, Господь, Ты любишь меня? Ты здесь? Ты со мной? Почему Ты не разговариваешь со мной, как с другими? Ты открываешь ему многое, даже пророчество. Я попросила его показать знамением, что он со мной, и Господь ответил мне стихами Иермии 33.3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Я уточнила, Господь, это Ты только что говорил со мной, потому что я слышала его голос и видела эти слова наяву. Я спросила, Господь, это для меня, и я никому ничего не рассказала. Хотя все остальные свидетельствовали друг другу, что Бог открыл им. Но я держала его послание в тайне и обдумывала слова «Воззови ко мне». «Воззови» означает молиться, но что значит великое и недоступное? Я подумала, тут могут подразумеваться только небеса и ад. Поэтому я сказала, Господь, я хочу, чтобы Ты показал мне только небеса, но не ад. Потому что я слышала, что это место ужасно, затем я помолилась от всего сердца. Господь, если есть Твоя воля, показать мне то, что я должна узнать, то покажи мне это, сперва изменив меня. Я хочу, чтобы Ты сделал меня другой, я хочу измениться. После окончания поста были и искушения, и трудности. Иногда я чувствовала, что слабею и не могу идти дальше вместе с Богом, но Он давал мне силы. Я начала слышать Его голос и лучше понимать Его волю. Мы стали хорошими друзьями. Господь – наш лучший друг, так же, как и Святой Дух. Я сказала Ему, Господь, Ты мой лучший друг. Я хочу познать лучше Твою волю, и поделилась с Ним всеми моими мыслями. Я молилась весь август, и потом в ноябре в наш дом постучался слуга Божий и сказал, «Да благословит Вас Господь!» Я ответила, «Аминь». Затем Он сказал, «Я здесь, чтобы передать сообщение от Бога, и Ты должна подготовиться». Ибо Он покажет великое и недоступное, чего Ты не знаешь. Он покажет Тебе небеса и ад, потому что Ты об этом просила у Него по слову, написанному в Иермии 33.3. «Воззови ко мне, и я отвечу Тебе, покажу Тебе великое и недоступное, чего Ты не знаешь». Я сказала, «Это так, но откуда Ты знаешь?» Я никому об этом не говорила. Он ответил, «Тот же Господь, Которому Ты служишь, Которого восхваляешь, Тот же Господь, Которого восхваляю и я», рассказал мне все. Вскоре мы стали молиться. С нами молились несколько сестер из церкви и члены моей семьи. Как только мы начали молиться, я увидела, как открываются небеса. Тогда я сказала, «Вижу, как открываются небеса и как два ангела сходят вниз». Человек Божий сказал, «Спроси их, почему они здесь?» Они были высоки и прекрасны. Красивы были и их крылья. Я видела их наяву, реально, физически. Они были огромными и казались прозрачными, сверкающими, как золото. На них были святые одежды и сандалии из хрусталя. «Почему вы здесь?» Они улыбнулись и сказали, «Мы здесь, потому что нам нужно выполнить Божье задание». «Мы здесь, потому что ты должна посетить небеса и ад, и мы до конца будем с тобой». Я ответила, «Очень хорошо, но я хочу посетить только небеса, а в ад я не хочу». Они улыбнулись и остались с нами, но больше ничего они не объясняли. Когда мы закончили молиться, ангелы никуда не ушли, оставались с нами, с мамой, с папой. Также я начала видеть Святой Дух, Он – мой лучший друг. Он совершенен, Он – свят, Он – всеведущий и вездесущий. Я могла видеть Его прозрачного и сверкающего в то же самое время, как и Иисус. Благоверее я видела Его улыбку и Его любящий взгляд. Я едва могу описать Его, потому что Он был прекраснее ангелов. Те были красивы, но Святой Дух гораздо красивее их. Я слышала Его голос, голос полный глубочайшей любви. Нельзя просто описать Его голос, но могу сказать, что Он был подобен грому. И я услышала слова «Я с Тобой». Когда в жизни меня окружали искушения, я старалась не зайти с праведного пути. Иногда мне было очень трудно, но Святой Дух вел меня. Мы одерживали победу за победой. Я сказала «Господь, да исполнится воля Твоя». Потом я продолжала видеть ангелов даже в школе на моих занятиях. Я была так счастлива, меня переполняла радость, потому что я и вправду могла их видеть. Слуга Божий, который приходил ко мне домой, сказал, чтобы я подготовилась, потому что мне предстоит увидеть небеса и ад. Но Он сказал мне также то, что трудно было принять. Ты умрешь. Как я могу умереть? Я так молода, Он ответил мне. Ни о чем не тревожься, ибо все, что делает Бог, как благо. И Он вернет тебя к жизни, и так ты сможешь засвидетельствовать о небесах и об аде. Бог хочет, чтобы люди знали о них. Я сказала «Да будет так, но я просто умру, или у меня переедет машина». Мне в голову постоянно приходили мысли о моей грядущей смерти, но Господь повелел, ни о чем не беспокоится. Все было под контролем. Я воскликнула «Спасибо тебе, Господи». 6 ноября, после того, как я пришла домой за школу, ангелы были еще со мной и восхваляли Бога. Все, что они говорили, свят, свят, свят. Аллилуйя. Ангелы воздавали честь и хвалу, и славу нашему небесному Отцу. Аминь. С ангелами был и Святой Дух, и я радовалась. Многие люди говорят, что прославлять Бога – скучное занятие, но это большая ложь дьявола, который хочет, чтобы люди перестали искать Божьего присутствия. Я тоже так считала, но после встречи со Христом и Святым Духом, я знаю, что прославлять Его нисколько не скучно. Песнопение – самое прекрасное, что у нас есть на земле. Я могла видеть, играть и даже разговаривать со Святым Духом. Ангелы со мной не беседовали, они славили Бога. Я не раз просила, «Святой Дух, помоги, пожалуйста, мне в этом деле». И Он всегда был со мной и помогал во всем. Я могла чувствовать и видеть Его, хотя многие этого не… Общение между нами продолжалось. Нет причины прекращать это, когда вы испытали настолько прекрасные чувства. И я не могла разорвать эту связь. Когда я вспоминаю, какую грешную жизнь вела раньше и как Господь избавил меня от греха, я всегда благодарю Его за оказанную милость, за Его любовь ко всему человечеству и ко мне. 7 ноября, возвращаясь домой, я услышала голос, говоривший, «Приготовься, ибо сегодня ты умрешь». Я знала, что это сказал мне Святой Дух, потому что я могла Его видеть. Я не стала сразу принимать это и возразила, «Господь, я не хочу умирать сегодня». Но Он повторил, «Приготовься, ибо сегодня ты умрешь». В этот раз голос был громче и сильнее. Я сказала, «Господь, я знаю, это Ты говоришь со мной, и только прошу подтверждения, а после делай со мной, что Ты считаешь нужным. Я сделаю все и подчинюсь Тебе, даже если буду бояться, ибо мне известно, что Ты со мной, и Ты существуешь». Я молилась, «Пусть человек, которого Ты использовал прежде, принесет мне эту весть раньше, чем я приду домой». Позволь Ему быть рядом со мной в минуту моей смерти, и пусть Он скажет мне, что я сегодня умру. Каким-то образом Бог знает наше прошлое, настоящее и будущее. Он знал, о чем я Его попрошу, поэтому, когда я вернулась домой, Слуга Божий уже был там. Когда моя дочь пришла домой, мы были на кухне. Анжелика увидела Божьего человека и сказала ему, «Будьте благословенны», – человек ответил, «И ты будь благословенна». Твои приготовления завершены, сегодня тот день, когда Господь заберет тебя в 4 часа дня. Она просто застыла на месте, удивленная тем, что Бог выполнил ее просьбу. Услышав Его слова, я сказала, «Аминь, но я не хочу умирать, я не могу умереть». «Нет, Господи, я боюсь, очень боюсь и ужасаюсь». Тогда Слуга Божий предложил, «Давай помолимся, чтобы страх оставил тебя и во имя нашего Господа». Я сказала, «Аминь», и мы помолились. Вскоре я почувствовала, как все страхи оставили меня. Вместо них пришла радость, которую нельзя было описать словами. Я думала, что смерть была самым лучшим, что могло случиться со мной. Я начала улыбаться и смеяться. Все смотрели на меня и видели, как мое сумасшествие переходит в веселость. Я улыбалась и прыгала и пела. Моя дочь мгновенно почувствовала радость в сердце и начала есть. Она ела понемногу от каждого блюда. Анжелика пошутила, «Если я не вернусь, то, по крайней мере, я наелась». Все смеялись и спрашивали, «Почему ты радуешься? Ведь тебе должно быть грустно». Я ответила им, «Аминь, что ты так? Конечно, радуюсь, потому что увижу Господа и буду с Ним рядом. Не знаю, разрешит ли Он мне вернуться. Поэтому я хотела бы раздать все мои вещи». Моя мама широко раскрыла глаза от удивления. Моя дочь начала раздавать свои вещи. Она раздавала все. С нами, как обычно, были и другие сестры во Христе. И каждая из них получила что-нибудь от Анжелики. Я спросила у нее, «Для чего она это делает?» Она сказала, «Если я вернусь, они могут отдать мне все обратно. Но если не вернусь, мои вещи останутся им». Могу представить, как опечалилась мама, услышав мои слова. «Но мне было так радостно, что я начала раздавать все. Мою одежду, постельный, мобильник, но с одним условием. Если вернусь, они должны будут отдать мои вещи мне обратно. Все засмеялись. Она действовала очень решительно. Мне, как ее матери, было очень грустно и тяжело. Я спросила у Бога, «Что ты приготовил для моей дочери? Будет ли ей больно?» Этого я не могла понять. Когда остальные приступили к молитве, я начала подготавливать дом к тому, что должно произойти. Мне говорили, «Сестра, давай помолимся!» Но я ответила, «Вы продолжайте, я скоро присоединюсь к вам. Позвольте мне закончить с приготовлениями». Пока я молилась, они все смотрели на меня. Я говорила, «Господь, я хочу, чтобы ты исполнил свою волю». Ты не человек и не можешь изменять или отступать от своего слова. Я знаю, что ты существуешь. Если я не смогу выполнить твою волю, то будет лучше, если ты заберешь меня к себе, но если я смогу оправдать твое доверие. Верни меня обратно, помоги рассказать людям истину, научи меня проповедовать и приводить людей к тебе. Вот такая была моя молитва. Я пересказала ее Божьему слуге и попросила его не говорить моей маме о содержании моей молитвы. Он ответил, «Я ничего не скажу ей сейчас, но когда Господь заберет тебя, твоя мама обо всем узнает». Мы снова вошли в молитвенный круг и продолжили молиться. В половине четвертого Господь сказал Его слуге, чтобы мы мою дочь помазали елеем. Поэтому некоторые из нас пошли в другую комнату, чтобы помазать Анжелику. Мы помазали ее всю, от макушки до пят. Моя мама и другая сестра во Христе, Фатима, на варетте помазали меня елеем. Во время помазания я чувствовала, как что-то похожее на стекло покрывает мое тело. Я словно облачилась в доспехе. Молящиеся больше не могли ко мне прикоснуться. «Пока мы молились за Анжелику, я пыталась возложить на нее руки, но не смогла дотронуться до нее. Со всех сторон ее окружала какая-то преграда». Толщиной примерно 30 сантиметров. Это потрясло меня больше всего. Я возлагала руки на людей раньше в служении Богу, но подобное никогда со мной не случалось. Я сказала, «Похоже, что-то происходит». И стала молиться, благодарить Бога. И вдруг меня охватила огромная радость. Печаль за мою дочь исчезла. Мы продолжали молиться. В 4 часа дня она упала на пол. Время молитвы мне становилось все труднее дышать. В сердце и желудке я почувствовала боль. Кровь замедлялась в моих венах и по всему моему телу распространялась боль. Все, что я могла произнести, «Господи, дай мне сил, дай мне сил». После я упала и больше не смогла ничего сказать. Силы полностью покинули меня. Стоит на небеса и смотрела уже глазами моего духовного тела. Небеса открывались, и я увидела ангелов, не двух, и даже не десять, но множество. в самом середине я увидела свет в десятки раз ярче солнечного. «Господи, это ты идешь!» вырвался у меня возглас. Когда Анжелика упала, мы пытались ее поднять, но она не могла стоять самостоятельно. мы уже могли прикасаться к ней. Она говорила, «Молись, мамочка, у меня нет сил, и мне больно». Сперва боль появилась у нее в сердце, а затем ниже, брюшной полости. мы продолжали молиться и взывать к Богу. Он забрал ее жизнь. Никогда раньше я не видела, как кто-то умирает. Мне же пришлось смотреть, как в мучениях умирает моя дочь, что было куда хуже. Я не смогла понять ее последние слова, а вскоре она замерла. Я коснулась лица Анжелики и поднесла к ее губам зеркальце, но оно не запотело. Я держала дочь, она была теплой, словно живая. Я накрыла ее простынею, и скоро Анжелика похолодела. И ее волосы легли, как у мертвеца. Ко мне приближался Иисус, и я чувствовала, как мое тело умирает. Иисус и Ангел становились ближе, и я понимала, что ухожу из этого мира. Когда мое тело упало, они были уже у меня дома. Я плакала и кричала, увидев свое тело на полу. Я просила, Господи, что происходит? Мне хотелось коснуться тела и войти в него, но все мои попытки оказались напрасными, и словно хватало за воздух. Никто из молящихся не слышал имени, поэтому я закричала, помоги мне, Господь. Когда мы молились, пришел мой муж и увидел Анжелику, лежащую на полу. В ту минуту Господь дал мне сил, потому что я не знала, что ему сказать. Она лежала как в коме, но я знала, что с ней все в порядке, ведь это сделал Господь. Поэтому я сказала, Боже, да будет воля Твоя. В том мгновении я услышала голос Бога, прекрасный, громоподобный и полный любви. Не бойся, дочь моя, ибо я, Господь, Бог Твой. Я пришел показать обещанное мною. Поднимись, ибо я, Господь, тот, кто держит тебя за правую руку и говорит, не бойся, ибо я помогу тебе. И вдруг я поднялась. Перед этим я стояла на коленях и смотрела на мое тело. Но с первыми звуками его голоса страх покинул меня и больше я не боялась. Как только я сделала первые шаги, ангелы открыли передо мной дорогу. Меня окружало яркое сияние и, созерцая его, я почувствовала умиротворение. Потом я увидела красивую, высокую, изящную и мускулистую фигуру. Это от нее исходило сияние. Но лицо Господа было слишком ослепительным, чтобы на него смотреть. Зато я могла любоваться его волосами, сверкающими, как яркое золото и было снежным одеянием с широкой лентой, на которой было написано «Царь царей, Господь господствующий». Я взглянула на его ноги, на них были сверкающие сандалии, и он был так прекрасен. Иисус протянул мне руку. Моя рука не прошла через нее, как бы с моим телом. Я спросила, что происходит, и он ответил, «Я покажу тебе ад». Ты вернешься на Землю и расскажешь человечеству, что ад существует, что ад не просто плод чего-то воображения. Также я покажу тебе мою славу, ибо ты должна сказать моему народу, чтобы тот готовился. «Слава моя существует реально, как существую и я». Он снова попросил меня перестать бояться. Я сказала ему, «Господь, я просто хочу посмотреть на небеса, а не на ад. Это слишком ужасное место». Он ответил, «Дочь, я буду с тобой. Я не оставлю тебя в том месте. Я покажу тебе ад, потому что многие знают, что он существует, но не имеют перед ним страха. Они думают, что это какая-то игра, что ад – это просто шутка. Также есть многие, кто не знают о нем ничего. Вот почему я хочу показать тебе это место. Сейчас в мире больше грешников, а не тех, кто ходит в моей славе». Говоря эти слова, он плакал. Я видела, как слезы струились к его одеждам. Я спросила, «Господи, почему ты плачешь?» Он произнес, «Дочь, потерянных душ слишком много, и покажу тебе ад, и ты пойдешь и расскажешь истину другим людям, чтобы больше тебе не возвращаться в это место». И вдруг, пока он говорил, все пришло в движение, земля содрогнулась, и я увидела, как внизу появляются темные скважины. мы стояли на какой-то скале, и нас окружали ангелы. Я воскликнула, «Господь, я не хочу отправляться в это место». На что он ответил, «Дочь, не бойся, ибо я с тобой». В долю секунды мы оказались внутри этой скважины. Я взглянула вниз, но ничего не увидела. Там была непроницаемая тьма, но до меня доносились миллионы голосов. Мне было жарко, я чувствовала, как горит моя кожа. Я спросила, «Господь, что это? Я не хочу идти туда». Бог ответил, что это туннель в ад. Оттуда исходит ужасный, отвратительный и тошнотворный запах, и я молила Иисуса не брать меня туда. Он ответил, «Дочь, тебе необходимо увидеть ад». Тогда я вас вскричала, «Почему, Господи, почему?» И он ответил, «Чтобы ты могла поведать человечеству правду, ибо оно погибает». Многие уже потеряны для меня и слишком мало людей попадает на небеса». Матфея 7,14. Сказав это, он заплакал. Его слова придали мне сил и обудрили. Я продолжала идти. Мы дошли до конца туннеля. Я взглянула вниз и увидела бездну, покрытую языками пламени. Господь сказал, «Дочь, я даю тебе это». В его руках был скоросшиватель с чистыми листами бумаги. Дочь, возьми этот карандаш, чтобы ты смогла записать все, что я покажу тебе. записывай, как видишь и слышишь, так, будто тебе самой приходится все переживать. Но я возразила, «Господь, я выполнил твою просьбу, но мне и так было уже много показано. Я вижу, как мучаются души, как лежат их огромные языки пламени». Время шло, а моя дочь все еще лежала неподвижно. «Господь, что происходит?» спрашивала я. Из ее глаз вытекали слезы, которые, когда я их вытирала, появлялись вновь. я снова поднесла зеркальце к ее губам, чтобы посмотреть, дышит ли она, но ничего не было. Слуга Божия сказала бы ее в слезах. Сейчас она в том месте, где нет улыбок и смеха, но есть только вечные мучения. я сказала Иисусу, «Я буду говорить всем, что от существует, только, пожалуйста, выбейте меня отсюда». И он ответил, «Дочь, мы даже не зашли еще в это место, я тебе ничего еще не показал, а ты уже хочешь, чтобы я забрал тебя отсюда». Затем мы начали спускаться в бездну, я заплакала и стала кричать, «Господи, нет, 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 я не хочу туда идти». Я на что? Он просто сказал, «Тебе нужно это увидеть». Я увидела ужасных демонов, всевозможных форм и размеров. они очень быстро перемещались и в их руках что-то было. Господь, почему они так бегают и что они несут? Он ответил, «Дочь, они спешат, потому что знают их время на исходе. Слишком мало его осталось, чтобы погубить все человечество и особенно мой народ». В руках у них стрелы дьявола, каждый демон имеет собственное имя и по имени их, поражает они человека, соответствующий их имени стрелой. Какое устрело имя такой грех совершает человек? Намерение всех духов развратить и затем привести в ад. Я видела, как демоны выбегают из ада. Господь сказал мне, «Они бегут на землю, чтобы похитить у меня души». При этих словах он разрыдался. Все время в аду Господь плакал и вместе с ним плакала и я. Моя дочь была мертва 23 часа, но я не стала сообщать об этом представителям власти. я молилась, «Господь, я буду ждать 24 часа по слову Твоему». Если моя дочь не вернется после этого срока, я вызову доктора, но Господь вернул ее до того, как эти 24 часа остекли, как Он и обещал. Господь просил у меня, «Ты готова увидеть, что я собираюсь показать тебе?» Я ответила, «Да, Господь». Он перенес меня к камере, где я увидела молодого человека в огне. Я заметила, что камера имела свой номер, но мне не удалось понять цифры, они словно были перевернуты. Я спросила Иисуса, «Господь, почему Он здесь?» Затем я вспомнила, что была знакома с Ним когда-то. этот человек знал Бога, но однажды отвернулся от Него и пристрастился к наркотикам, алкоголю, но он не захотел идти праведным путем. Иисус много раз предупреждал Его о том, что может с Ним случиться. Господь сказал, «Дочь, Он находится в этом месте, потому что всякий, кто отвергает Мое Слово, уже осужден». Это Слово осудит Его в последний день, Иоанна 12, 18. Сказав это, Иисус снова заплакал. Наш Господь плачет не так, как мы. Он плачет с болью в сердце, плачет, чтобы выплакать всю горечь, что накопилось в Его душе. Я отдал Мою жизнь из-за любви и милосердия, чтобы люди имели возможность покаяться и войти в Царство Небесное. Иисус стонал, как человек, который больше не может терпеть боль. Так велика она была, когда Господь смотрел на погибшие души. «Я сотворил ад не для людей», сказал Господь. «Тогда почему здесь люди?» воскликнула Я. Он ответил, «Дочь, я создал ад для сатаны и его ангелов, злых духов». Матфея 25, 41. «Но из-за того, что человек грешит и не раскаивается, он оказывается здесь. Господь рыдал». Мне было очень больно видеть его слезы. «Дочь, я отдал за человечество свою жизнь, чтобы оно не погибло, чтобы не попало в ад. Я отдал мою жизнь из любви и милосердия, чтобы люди имели возможность покаяться и войти в Царство Небесное. Иисус тонал как человек, который больше не может терпеть боль. Так велика она была, когда Господь смотрел на погибшие души». И я ему сказал, «Сонор, я хочу, что ты мне скажешь, что в этом месте у меня есть родители». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иисус тонал, «Сонор, я хочу, что ты мне субтитров А.Егорова» и я хочу, что ты мне субтитров А.Егорова Рядом с Иисусом я чувствовала себя в безопасности. Я подумала, если я отойду от Господа, то буду здесь вечно. Я спросила в слезах, Иисус, в аду есть мои родственники? Бог ответил, дочь, я с тобой, потому что мне было страшно. Он перенес меня к другой камере. Я не могла даже представить, как кто-то из моих родственников может попасть в ад. Я видела, как мучается в камере женщина. Ее лицо поедали черви, а грудь была пронзена копьем падших духов. Женщина вопила, Господи, смилуйся надо мной, прости меня, пожалуйста, забери меня из этого места, хотя бы на минуту. В аду люди мучаются от воспоминаний о плохих поступках, совершенных именно на земле. Вес отразнили людей, поклоняйтесь и воздавайте хвалу, теперь здесь ваше царство. Люди вопили, вспоминая, что когда-то слышали о Боге и читали Его Слово. И тех, кто знал Господа, но отверг Его, мучили больше других. Бог сказал, им больше нет спасения, но живые еще могут Его получить. Я спросила у Бога. Господь, почему здесь моя прабабушка? Он ответил, она здесь потому, что не смогла однажды простить. Дочь непрощающего, и я не прощу. Я сказала, Господь, но Ты всепрощающий, Ты Бог милосердный. Он ответил, Прощать нужно всегда и всем, именно потому, что эти люди не прощали других, а не попали в ад. Иди и скажи человечеству, чтобы оно нашло время прощать. Напомни об этом особенно моему народу, ибо многие из него не научились этого делать. Скажи им, очистить свои сердца от зависти, обиды и ненависти. Если к человеку, никогда не прощавшему, вдруг пришла смерть, он отправится в ад, ибо никто не может купить жизнь вечную. Когда мы отошли от камеры моей, прабабушки, она завопила, богохульствуя и проклиная имя Господне. В аду каждый проклинает Бога. Мы ушли из этой части ада, где была моя прабабушка. Многие люди протягивали к Иисусу руки, умоляя избавить их от мучений в аду. Но Господь ничего не мог для них сделать, и люди начинали проклинать Бога. Иисус плакал и говорил, мне больно слышать их, больно видеть, что они делают, потому что я больше ничего не могу сделать для них. Но я скажу тебе, еще есть возможность спастись для тех, кто жив, кто не покинул землю. У них еще есть время на покаяние. Господь сказал мне, что в аду много знаменитостей, и также тех людей, кто слышал о Нем. Он сказал, я покажу тебе другую часть этой печи. Мы подошли к месту, где в пламени мучилась женщина и молила Бога о прощении. Иисус показал на нее, женщину, которую ты видишь, называли Селена. Когда мы приблизились, она закричала, Господь, смелуйся надо мной, прости меня, забери из этого места. Но Бог посмотрел на нее и сказал, поздно, слишком поздно, ты не можешь сейчас раскаяться. Когда она обратилась ко мне, пожалуйста, прошу тебя, скажи об этом людям, пусть они говорят во всеуслышании, чтобы никто другой не попадали сюда, чтобы не слушали и не пели мои песни. Я спросила ее, почему ты просишь меня об этом? И она ответила, потому что каждый раз, когда люди поют и слушают мои песни, меня мучают еще больше. И тот, кто слушает и поет мои песни, тоже попадает в ад. Пожалуйста, скажи им не приходить сюда. Скажи им, что ад существует на самом деле. Она завопила, и откуда-то издалека демоны бросили в нее копья. Помоги мне, Господь, смелуйся надо мной. Но он печально произнес, слишком поздно. Я окинула взглядом эту часть ада. Она вся была заполнена певцами и актерами, которые уже умерли. Единственным из их занятий было пение, и они не могли остановиться. Господь объяснил. Человек в аду должен продолжать делать то, что он делал на земле. Я заметил множество демонов, которые вызывали нечто похожее на дождь. Так я думал сначала, но потом люди стали убегать от него, крича. Нет, помоги нам, Господи, это не может быть. А демоны смеялись и говорили людям. Славьте и поклоняйтесь, теперь здесь царство, навеки ваше. Я увидела, как пламя от этого дождя вспыхнуло с новой силой, и количество червей на людях умножилось. Я спросила Иисуса, что происходит? Господь, что это? Бог ответил, это возмездие за грех. Псалом 10, 6. Затем Господь отнес меня в то место, где был очень известный человек. Раньше я была двоедушной христианкой и думала, что после смерти этот человек попадет на небеса. Думала, что тот, кто проповедует перед толпами, отправится на небеса, но я ошибалась. Когда умер Папа Иоанн Павел II, мои друзья и родственники говорили мне, что он на небесах. Во всем телевизионным каналам, газетах и в других источниках информации говорилось, Папа Иоанн Павел II умер и покоится с миром. Сейчас он ликует вместе с Господом и ангелами на небесах, и я всему этому верила. Я только обманывала себя, потому что увидела этого человека в аду. Посмотрела на его лицо и поняла, что это действительно Иоанн Павел II. Господь сказал, взгляни, дочь, это Папа Иоанн Павел II, он находится в аду и мучается, ибо не раскаялся. Я спросила Господь, почему он здесь, ведь он проповедовал в церкви. Иисус ответил, дочь, не один блудник, или нечистый, или любосвежатель, который есть идолслужитель, или лжец, не имеет наследия в моем царстве. Я ответила, верю, что он осужден справедливо. Но я хочу знать, почему Иоанн Павел II здесь, ведь он учил множество людей. Иисус ответил, да, дочь, он рассказывал о многом, но никогда не говорил правду, такую, какая она есть на самом деле. И пастор, и его паства знали эту правду. В спасении он предпочел деньги и не учил тому, что осуществует, и теперь он здесь. Вокруг его горло была змея с шипами, и он пытался ее снять. Я молила Бога, Господь, помоги ему. Человек закричал, помоги мне, Господь, смилуйся над мной, забери меня из этого места, прости меня. Господь, я хочу вернуться на землю и раскаяться. Бог посмотрел на него и произнес, ты все понимал. Ты все хорошо понимал, ты знал, что это место существует. Слишком поздно, у тебя нет больше возможности покаяться. Господь продолжил, смотри, дочь, я покажу тебе жизнь этого человека. Иисус показал мне огромный экран, на котором я могла видеть, как этот человек служил месту множество раз. Я видела, как люди на этих местах поклонялись идолам. Иисус сказал, смотри, дочь, как много идолов на этом месте, идолопоклонничество никого не спасет. Я единственный, кто может спасти. Я люблю грешника, но не люблю грех. Иди и скажи людям, что я люблю их, и что им нужно прийти ко мне. Пока Господь говорил, я видела, как этот человек получает деньги, но ему все было мало. Я видела, как он восседает на троне, но также я видела и другую, не столь величественную сторону его жизни. Это правда, что священникам не разрешается жениться, но могу заверить, что я нисколько не выдумываю. Это показал мне Господь. Они спали с монахинями и многими женщинами. Господь показал мне, как эти люди живут в прелюбодеянии. Слово говорит, что ни один прелюбодей не имеет наследства в Царстве Бога. Пока я за всем этим наблюдала, Господь сказал, «Дочь, все из того, что я тебе показал, происходило в его жизни и будет происходить в жизни других многих священников и павлов». Затем Он сказал мне, «Дочь, иди и скажи человечеству, что пора возвращаться ко мне». Господь показал мне дорогу, по которой многие люди шагают в ад, и спросил его, как они идут по ней. Он ответил, «Я покажу тебе». Бог показал мне туннель, через который шли люди. Они были закованы в цепи с головы до пят и одеты в черную одежду. На их спинах был груз. Господь сказал, «Смотри, дочь, люди, которых ты видишь, это люди, еще не познавшие Меня». «Груз на их спинах – это грех. Скажи им, чтобы они отдали свой груз и утешились во Мне, ведь Я тот, кто прощает их грехи». «Дочь, скажи людям приходить ко Мне, ибо Я жду их с распростертыми объятиями. Скажи им, что без Меня они шагают в ад». «Господь, вот тот человек, Мой двоюродный брат, а та девушка – Моя кузина, Моя родня попадает в ад». Он ответил, «Дочь, они все шагают сюда, но ты пойдешь к ним и скажешь, куда они попадут после смерти, если они раскаются. Скажи им, что Я выбрал тебя Моим свидетелем, ибо это значит, что ты должна говорить правду». «Если ты не будешь свидетельствовать, и с человеком, который мог услышать твое свидетельство, произойдет что-нибудь ужасное, то его кровь будет на тебе. Но если сделаешь так, как Я скажу, люди узнают Меня. Если даже после этого человек не раскается, тогда ответственность будет снята с тебя, и ее переложат на человека, который не раскаялся». Иезекиры 3.18. Иисус рассказал, что многие знаменитости попадают в ад, как и Майкл Джексон. Этот человек был известен во всем мире, и он был сатанистом. Хотя многие люди так не считают, они просто этого не видят. Он заключил сделку с дьяволом, чтобы прославиться и привлечь к себе множество людей. Майкл Джексон двигался на сцене так же, как и демоны в аду, которые мучили людей. Господь показал мне его. Я закричала, почему? Мне легко было видеть, как мучают этого человека. Всех, кто слушает песни Майкла Джексона, или поет их, или кто его фанат, я хочу предупредить. Сатанас заманивает вас в его ловушку, чтобы вы оказались после своей смерти в аду. Сейчас же отрекитесь от греха во имя Иисуса. Иисус хочет освободить вас, хочет, чтобы ваша душа не погибла. Господь сказал, «Дочь, здесь есть так же люди, знавшие Меня, и подобные им тоже шагают по этому туннелю в ад». Я спросила Господь, как они могут сюда попасть? Он ответил, «Так происходит, потому что они оставляют Мой путь и становятся двоедушными». И Бог показал Мне таких людей. Они тоже были закованы в цепи. На них были белые одеяния, изорванные в клочья, помятые и все в пятнах. Иисус сказал, «Дочь, смотри, как Мой народ уходит от Меня, и хочу сказать тебе, что Я приду не за этими людьми. Я иду за святыми, которые уже готовы к Моему пришествии, чьи одежды не запятнаны скверно. И в 7-м 5-26-27 «Скажи идущим в ад вернуться на праведный путь». Я со страхом смотрела, как Мои друзья и многие другие люди шагали по дороге в ад, уходя с путей Господних. «Иди, скажи им, что Я жду их, чтобы они отдали Мне свой груз, и Я дам им покой». Иисус плакал. «Дочь, они все идут в ад. Скажи своим родственникам, что они попадут в ад, если не изменят свою жизнь». «Дочь, многие не поверят тебе, но я буду свидетельствовать твоими устами. Я никогда не покину тебя». «Мы переместились в туннель, из которого множество людей попадало в бездну. Не тысяча и даже не две, а миллионы, столько, сколько в песчинок на берегу морском. Им не было числа». Они попадали вниз каждую секунду. Иисус плакал. Он сказал, «Вот так гибнет человечество, как мне больно это видеть». Иисус сказал, «В этом месте также собираются демоны для встреч. И я спросила, у демонов есть собрание?» Иисус ответил, «Да, дочь. Они собираются, чтобы придумать план, как уничтожить человечество. Эти встречи проходят тайно каждый день». Господь показал мне помещение, где я увидела деревянный стол, вокруг которого стояли стулья. В помещении были все виды демонов. Иисус объяснил, «Дочь, они собираются разрушить семьи пасторов, миссионеров, евангелистов и всех, кто знает меня. Дочь, они хотят уничтожить их, и целей у демонов немало». Демоны смеялись и говорили, «Давайте уничтожим человечество и приведем его в это место». Иисус сказал, «Иди и скажи Моему народу, что я с ним. Скажи, не оставлять двери открытыми, не оставлять места для сатаны, ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5.8 Но в Слове сказано, «Он ходит как лев, потому что есть только один лев, и этот лев из колена Иудина, Иисус Христос из Назарета». Откровение 5.5 Иисус сказал, «Больше всего демоны хотят разрушить семьи пасторов». Я спросила, «Почему они этого хотят?» Иисус ответил, «Потому что пасторы стоят во главе тысяч людей, которые есть овцы стада, что Господь дал своим служителям». Демоны хотят, чтобы эти люди снова вернулись к мирскому, вернулись на путь греха и закончить жизнь в аду. «Иди скажи пасторам провозглашать истину, скажи им проповедовать все, что я им говорю, и никогда не хранить сказанные мной слова в тайне». Когда мы уходили из этого места, Он произнес, «Я хочу показать тебе кое-что еще». «Здесь есть и дети». Я спросила, «Господь, почему они здесь?» «Ибо в Твоем слове сказано, что таковых есть Царство Небесное». Матфея 19,14. Иисус ответил, «Дочь, это так, но сначала ребенок должен обратиться ко мне, ибо приходящего ко мне я не изгоню вон». Иоанна 6,37. В то же мгновение Господь показал мне восьмилетнего мальчика, терзаемого от пламени. Мальчик кричал, «Господь, смилуйся надо мной, забери меня из этого места, я не хочу быть здесь». Рядом с этим мальчиком я увидела демонов, которые напоминали героев из мультфильма. Среди них были Dragon Boys, Band 10, Pokemon, Doral и так далее. «Господь, почему этот мальчик здесь?» Господь показал мне его жизнь. Я увидела, как он проводил все свое время перед экраном телевизора и смотрел эти мультики. Иисус сказал, «Дочь, мультфильмы, кино, мыльные оперы, которые в каждый день показывают по телевизору, все это инструменты сатаны для уничтожения человечества. А теперь смотри, дочь, чем все это закончилось?» Я видела, что этот мальчик не слушается своих родителей. Когда они пытались заговорить с ним, он убегал и раскидывал вещи. Вскоре его сбила машина, Иисус сказал, «С тех пор он здесь». Я смотрела на этого мальчика, когда его истязали, Иисус произнес, «Дочь, идти и скажи родителям учить детей по слову Моему. Ибо каждое слово в Писании верно. Слово Божие учит нас воспитывать детей розгами, если они непослушны». Притча 22, 15. «Господь сказал мне нечто печальное. Дочь, в этом месте много детей из-за мультфильмов и непослушания, которым они приводят». Я спросила его, «Господь, почему в этом виноваты мультфильмы?» И он объяснил, «Потому что эти мультфильмы являются бесами, которые несут детям непослушание, горечь и ненависть. В детей вселяются и другие бесы, чтобы они творили не добро, а только зло. Все, что дети видят по телевизору, они хотят делать в жизни. Ад существует, ад настоящий, и даже дети должны решать, где им провести вечность. «Господь, скажи, почему в этом месте есть дети?» И Иисус ответил, «С тех пор, как они узнают, что есть небеса и ад, у них появляется выбор». Про ад я рассказала достаточно, и сейчас поделюсь тем, что я увидела на небесах. Иисус сказал, «Дочь, сейчас я покажу тебе, что приготовлено для моего народа. Мы покинули ад через туннель, и вдруг я увидела свет. Не было больше ни тьмы, ни страданий, ни пламени». Он сказал, «Дочь, я покажу тебе мою славу». И затем мы стали восходить в Царство Небесное. «Вскоре мы оказались возле двери, на которой были огромные золотые буквы. Надпись гласила, «Вобро пожаловать в Царство Небесное». Иисус сказал, «Заходи, дочь, ибо я измедверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна 10, 9. После этих слов дверь отворилась, и мы вошли. Я увидела ангелов, воздающих честь, хвалу и славу нашему Небесному Отцу». Откровение 7, 11, 12. Продолжая идти, мы приблизились к столу. Я увидела его начало, но не конец. Откровение 19, 9. Моему взору предстал огромный трон. Рядом с ним стоял трон поменьше. Их окружали тысячи стульев. Рядом со стульями находились одеяния вместе с венцами. Господь сказал мне, «Дочь, венцы, что ты видишь, есть венцы жизни». Откровение 2, 10. Иисус сказал, «Смотри, дочь, вот что я приготовил для моего народа». Я увидела, что стол был покрыт белой скатертью, золотой каймой. Там были тарелки, золотые губки, фрукты, все было уже готово. В середине стола стоял огромный сосуд, в котором было вино для обеда. Иисус сказал, «Дочь, все готово для моей церкви». мы отправились в другое место, в сад. Там я увидела множество людей, среди них были известные люди, о которых рассказывается в Библии. все они были молоды. Там был молодой человек с большой платком в руке, танцевавший и прославляющий Бога. Иисус сказал, «Дочь, молодой человек, которого ты видишь, мой слуга, Давид». Рядом с нами прошел еще один молодой человек. Иисус сказал, «Дочь, это Иисус Навин, там стоит Моисей, а тот человек – Авраам». Они все излучали радость. «Дочь, та женщина – моя раба, Мария Магдалина, а ту женщину зовут Сарой». Затем он сказал мне, «Дочь, а это Мария, Мария, которая родила Иисуса Христа, который есть Я». Дочь, я хочу тебе сказать, что она ничего не знает о делах и событиях, происходящих на земле. Иди, скажи человечеству, скажи тем, кто поклоняется идолам, что ад существует и что идолопоклонники не имеют наследства в царстве. Иди, скажи им, что если они раскаются, то смогут войти в обитель моего отца. Скажи им, что я люблю их и что Мария ничего не знает о происходящем на земле и только ко мне должны люди обращаться. Потому что ни Мария, ни Григорий, ни любой другой святой не могут дать спасение. Я единственный, и никто, никто, никто другой не может спасти. Человечество обманулось, поверив в так называемых святых, которые на самом деле являются бесами, действующими через идолы, сделанные руками человека. Но позвольте сказать мне, что Господь желает вам самого лучшего. Он хочет, чтобы вы вошли в Царство Небесное, чтобы вы раскаялись и перестали поклоняться идолам. Идолопоклонничество вас не спасет. Единственный, кто может вас спасти, Иисус Христос из Назарета. Он отдал жизнь за вас, за меня и за все человечество. У Него есть для людей великое послание. И плача, Он говорит мне, пожалуйста, дочь, не молчи, иди, говори истину, иди, расскажи о том, что ты видела здесь. Я видела, как Мария прославляет Господа. Видела женщин с прекрасными длинными волосами. Я сказала, Господь, как прекрасны их волосы. Он сказал мне, дочь, волосы, которые ты видишь, вуаль, которые я дал женщинам. Скажи женщинам заботиться о ней. Затем Он сказал мне, то, что я покажу тебе сейчас, очень важно. Я посмотрела, куда Он показывает. И увидела посияющий город, город из золота. Господь, что это? Я хочу пойти туда. Он ответил, я покажу тебе, что там находится. Ты видишь небесную обитель, которая уже готова для моего народа. Мы пошли дальше, до Золотого моста. Улицы, по которым мы шли, были сделаны из чистого золота. Откровение 21, 21. Все вокруг было таким прекрасным, таким блестящим, как сверкающий алмаз. Это было так необычно. Мы видели дома и то, как тысячи ангелов строят их. Некоторые из них строили очень быстро. Другие медленно, а остальные вообще ничего не строили. Я спросила у Господа. Почему некоторые ангелы строят быстро, другие медленно, остальные вообще ничего не строят? Господь объяснил. Дочь, как мой народ трудится на земле, так и ангелы трудятся на небесах. Мой народ больше не проповедует Евангелие. Мой народ больше не постится, мой народ больше не ходит по улицам и не наставляет грешников на путь истинный. Те ангелы, которые ничего не делают, принадлежат людям, которые оставили мой путь. Дочь, иди скажи моему народу вернуться ко мне Еремия 6,16 и сказав это, он заплакал. Услышав, как поют другие люди, я попросила, Господь, возьми меня туда, откуда доносится это пение. Иисус смотрел на меня, я могла сказать, что Он смотрел на меня, но не могла увидеть Его лицо, только движение Его лица. К Его одежде стекали слезы, я спросила, почему Он плачет, но Он не стал мне объяснять. Позже мы перешли в прекрасный сад, в нем пели и качались цветы, должно быть, это было то самое пение. Господь, указав на эти цветы, произнес, смотри, дочь, они восхваляют меня и поклоняются мне. Но мой народ больше так не делает, мой народ больше не поклоняется мне, больше не ищет меня, как искал прежде. Вот почему я говорю тебе, дочь, пойти и сказать моему народу искать меня. ибо я приду, приду, приду за теми людьми, кто ищет меня в духе истине, приду за теми, кто уже готов, за теми, кто живет в святости. И плача, Он говорил, я иду только за этими людьми. Тогда я поняла, почему Он плакал. Потому что Он возвращается, но не за теми, кто двоедушен, Он вернется только за людьми, которые ищут Его в духе истине. Затем Господь повелел мне вернуться на землю, но я возразила, Господь, я не хочу туда возвращаться, я хочу остаться с Тобой. Ты привел меня сюда, и я не собираюсь уходить, потому что я с Тобой. Иисус сказал, дочь, мне нужно, чтобы ты вернулась на землю и свидетельствовала о моей славе. То, что я покажу тебе, настоящее, и то, что ты видела, настоящее, свидетельствуй, чтобы человечество пришло ко мне, раскаялось и не погибло. Плача, я пала к Его ногам, на них я увидела раны. Господь, что это за раны? Он ответил, дочь, эти раны я получил, когда отдал свою жизнь за человечество. Также Бог показал мне шрамы на руках, и я спросила, Господь, почему они до сих пор не исчезнут? Он ответил мне, дочь, эти шрамы пока останутся, поэтому я спросила, а когда они уйдут? Он ответил, когда все святые соберутся на небесах, я должен вернуть тебя на землю, твоя семья и народы ждут тебя. Я пыталась возражать, но он показал на землю, сказав, люди, которых ты видишь внизу, твои родственники, тебе нужно вернуться в свое тело. Пришло время тебе покинуть это место. Он сказал, Затем он перенес меня к прекрасной, кристально чистой реке и сказал, дочь, зайди в эту реку и погрузись в нее. После того, как я вышла из реки, мне охватила неописуемая радость. Я все еще думала, что мне не придется возвращаться домой, но Господь сказал мне, ты должна вернуться на землю. Я покажу тебе нечто, как я вернусь на землю за моим народом. Я покажу тебе, каким будет день восхищения. Мы пришли к месту с огромным экраном, на котором я увидела людей. Я могла видеть весь мир. Затем вдруг я увидела, как тысячи людей исчезли. Беременные женщины почувствовали, что ребенок в их чреве исчез, и они безумно кричали. Дети исчезали отовсюду. Многие люди метались в испуге, вопя. Этого не может быть, этого не может быть. Что происходит? Я видела тех, кто знал Господа, тех, кто остался. Они говорили, что пришел Христос, и произошло восхищение. Люди кричали и хотели убить себя, но не могли. Господь сказал мне, в те дни смерть убежит от них, в те дни Святой Дух покинет землю. Откровение 9.6. Случилось немало аварий, но я не увидела ни одного умершего, все пострадавшие были живы. Я увидела тысячи машин на дорогах. Он сказал мне, смотри, как все будет. Затем я увидела, как люди перебегают с места на место, крича, Христос пришел, Христос пришел. Они молили, Господь, прости меня, прости меня, забери меня с собой. И Господь печально произнес, скоро будет слишком поздно, время раскается сейчас. Дочь, иди, скажи человечеству, искать меня, ибо в то время больше не будет такой возможности, будет слишком поздно для тех, кто остался. Пока Иисус наблюдал за всеми оставшимися людьми, Он заплакал и сказал, Дочь, я приду на землю, как говорится в 1 Фессалоникийцам 4,16-17, потому что Сам Господь при восхищении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретении, Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Но не всякий будет вознесен Господом, а только те, кто послушен Его воле и живет в святости. Матфея 7,21. Господь сказал мне, ибо только святые выйдут в Царство Небесное. Евреям 12,14. Никто не знает ни дня, ни часа, в который Я приду за своим народом, и не знает об этом даже ангел. Матфея 24,36. По всем новостям говорили, что Иисус пришел. Экран, на котором мне показывали будущее, исчез. И Иисус продолжил, говоря, Я приду за праведниками и святыми. Это все, что Бог показал мне. После этого Он вернул меня обратно на землю. Когда моя дочь вернулась, мы все стояли вокруг ее тела. Она застонала, возвращаясь к жизни. Я воскликнула, спасибо, Господи, что моя дочь вернулась. Мы все воздали хвалу Богу. Вскоре Анжелика начала медленно дышать. По прошествии пяти часов она смогла открыть глаза и говорить. Сперва мы с трудом могли понять ее речь, настолько нечеткими были ее слова. У нее не было сил, нам пришлось закрыть окна, потому что Анжелику раздражал солнечный свет. мы все хотели, чтобы она рассказала нам об увиденном. Но слабость не позволила ей рассказать нам многого. Прошло две недели, прежде чем она смогла полностью рассказать свое свидетельство. после этого к ней пришли бесы. Она четко их видела, хотя они пытались спрятаться в тенях. они находились поблизости в течение трех дней, прежде чем она начала говорить лучше. она спросила, чего они хотели, и те ответили. Мы пришли заключить с тобой сделку. Ты должна молчать и не говорить ничего о том, что ты видела внизу. если ты заговоришь, мы убьем тебя. Анжелика описала бесов как уродливых, толстых и больших существ. она сказала, что у нее не было слов, чтобы описать, насколько ужасными они были. анжелика пыталась выгнать их, но они не уходили. Бесы прыгали на нее и пытались задушить. Моя дочь пыталась с ними бороться, только сил у нее не было. Но однажды, когда она изгоняла их, внезапно появился свет, и они бежали. Это явился Бог. Было нелегко слышать то, что пережила моя дочь. Она должна передать важное послание человечеству. Ищите Бога, ищите Бога. Но люди думают, что они все делают правильно. Молодежь, которая употребляет наркотики и спиртное, думает, что все в порядке, но это не так. Одним из важнейших переживаний моей дочери было то, что она видела в аду множество ведущих телевизионных передач, танцоров, певцов, артистов и папу Иоанна Павла Второго. Время искать Господа, покаяться и смириться перед Ним. Как верно сказано в Писании, небо и земля придут, но слова мои не придут. Марка 13, 31. Слово Божие исполнится в свое время. Господь также показал Анжелике туннель, по которому люди шагают в ад. Много людей уже там. Это реальность, но даже некоторые Божьи дети в это не верят. Цель этого послания в том, чтобы мы начали искать Господа и не только нашими устами. но и всем своим сердцем, ибо пришествие Господне близко. Иисус сказал, «Я больше не у двери, Я уже вошел, Я иду, мое пришествие близко». «Мой народ оставил меня и вернулся на пути мирские». «Скажи моему народу вернуться на пути праведные». «Нынешняя церковь должна вернуться ко мне, должна горячо искать Господа». при звуках трубы мы должны быть готовы ко встрече со Христом, и это будет чудесно. Важное сообщение от Господа через Анжелику. «Господь говорит мне, дочь, в эти дни Духа Святого больше не будет на земле, в эти дни там не будет ни и меня». 2 Фессалоникийцам 2.7 «Я видела множество аварий на дорогах. Многие хотели убить себя, но Иисус сказал «Они будут искать смерти, но смерть убежит от них. В это время смерти не будет». Откровение 9.6 По телевизору и в газетах была только одна новость. Тысячи и тысячи людей исчезли. Многие понимали, что это Христос пришел за своим народом. «Те те, кто знал Господа, но остался на земле, плача, ходили по улицам, желая умереть, но они ничего не могли поделать. На небесах Иисус говорил мне, «Я приду за святым народом, я скоро приду за церковью моей». Но две недели спустя Господь сказал мне, «Дочь, мне нравится то, что ты делаешь, что исполняешь мое поручение». «Но не говори моему народу, что я приду скоро, а говори, что я уже иду». И снова Господь говорил мне, «Скажи моему народу, что я уже иду, иду за святым народом». «Скажи, что только святой, святой человек может увидеть меня». «Скажи, что только святой, святой человек увидеть меня». «И не молчи, продолжай провозглашать то, о чем тебе я говорил». «Пусть каждый закроет глаза и положит правую руку на сердце. Поднимите левую руку, если вы хотите плакать, плачьте». «Теперь скажите Господу то, что вы чувствуете в своем сердце. Те, кто хочет принять Господа, повторяйте за мной». «Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою милость и за Твое слово, которое достигло сегодня моего сердца. Отец, я прошу у Тебя прощения, прости меня, омой меня своей драгоценной кровью. Пиши мое имя в книгу жизни. Прими меня, как свое дитя, Господь. В эту минуту я прощаю каждого, кого я не могла простить. я отказываюсь думать, что я не могу прощать. Я отказываюсь от всего, что препятствует движению Духа Твоего в моей жизни. Я прошу Тебя изменить меня и наполнить каждый мой день Твоим присутствием. Благодарю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Откровение 19.9. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Сие есть суть слова Божьи. Но схватили зверя вместе с лжепророком, совершавшим для зверя чудеса. Этими чудесами он обманывал тех, на ком был знак зверя и кто поклонялся его изображению. Оба они были заживо брошены в кипящее озеро огненной серы. Откровение 19.20. И если чье имя не было записано в книгу жизни, тот был низвергнут в огненное озеро. Откровение 21.20.21.6 И тогда показал мне ангел реку животворной воды чистой как хрусталь, которая текла от престола Божьего и от Агнца. Откровение 22.1. Трусы же, неверующие, скверные, убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники и все лжицы обретут свою участь в огненном серном озере. Это есть смерть вторая. Откровение 21.6 Ни один одолопоклонник не имеет наследства в Царстве Небесном, говорит Библия. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я иегова Бог твой и ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои Исход 23.6 Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Откровение 21.21 Ничто нечистое не войдет в него и никто из тех, кто творит постыдно или лжет, только те, чьи имена занесены в книгу жизни. Откровение 21.27 Помните же, я приду очень скоро, блажен тот, кто повинуется пророческим словам, записанным в этой книге. Откровение 22.27 Пусть те, кто творил дурное, так и продолжает поступать. Пусть нечистые остаются нечистыми. Пусть те, кто поступает правильно, так и продолжает поступать. Пусть те, кто свят, остаются святы. Откровение 22.11 Слушай же, я скоро иду и принесу с собой награду. Я воздам каждому по делам его. Откровение 22.12 Блаженны те, кто омоют свои одежды. У них будет право вкусить от древа жизни, пройти через ворота и войти в город. Сыжи, а вместе с ним и колдуны, развратники, убийцы, долопоклонники и все, кто любит ложь и предается ей, остаются снаружи. Откровение 21.13.15 Грядет постыдный час и Господь дает человечеству знамение о том, что должно случиться. Не ждите, пока вас осудят. Этого хочет дьявол. Спросите себя, может быть, вы уже идете по туннелю, который ведет в ад? Сегодня день спасения. Сегодня день, чтобы пригласить Иисуса, вашего спасителя, в свою жизнь. Нужно всего лишь произнести простые, но в то же время важные слова. Я принимаю тебя, Иисус, как своего Господа и моего личного спасителя. Я отдаю всего себя в твои руки. Я хочу быть с тобой вечно. Аминь. Выберите вашу окончательную цель, жизнь или смерть, небеса или ад, Иисус или дьявол. Выбрать просто, дьяволу ли вам принадлежать или Иисусу, жить ли вам в святости или во грехе. Ваша судьба в ваших руках. Вечная жизнь или озеро огненное. Подумайте об этом. Сделайте свой выбор сейчас. Иисус Христос умер на кресте за каждого из нас, за наши грехи и дал нам возможность спастись по великой милости своей. Примите Христа как своего личного спасителя. Сегодня вы услышали это свидетельство и, пожалуйста, не позволяйте этому дню стать одним из тех, о котором вы бы вечно сожалели в воду. Вся слава только Богу. Это свидетельство не ложь и не шутка и не вымысел и не сон. Ад реален. Он существует. всем, кто не верит, я хочу сказать, что ад настоящий. Он очень даже настоящий. Настолько, что у меня даже не хватает слов описать весь его ужас. Ад действительно существует. Я бы хотела, чтобы вы сами пережили то, что пережила я.